Моделирование рамочки. Рамочка на самом деле является очень интересным объектом. У меня даже есть знакомая, которая занимается созданием различных красивых рамочек. У неё это очень хорошо получается. И сегодня мы с вами попробуем создать свою наипростейшую рамочку, поместить туда текстуру, уже попробуем затекстурировать, поместить туда текстуру, ну и соответственно сохранить для последующей вставки в наш заключительный проект. Рамочку будем моделировать настольную. Соответственно размер её будет примерно 10х15 см, то есть соответственно 100х150 мм. И моделировать мы её будем опять же с помощью сплайнов. Для этого необходимо выбрать окно проекции. Я буду работать в окне проекции Front. Для этого, для начального создания, для создания начального сплайна, мне необходимо перейти в окно, в командную панель, перейти в командную панель и в панели создания объектов, выбрать вкладку Shapes, выбрать форму, в данном случае это будет ректангл, прямоугольник, и её создать. Соответственно я создаю прямоугольник, создаю прямоугольник и выставляю его размеры. Размерность 150, как мы уже сказали, да? 150, но пусть будет чуть-чуть побольше, да? Например, 170, 170 на 120. Вот получили мы заготовку сплайна для будущей рамки. Далее, на самом деле, есть несколько способов, с помощью которых можно превратить данную рамку в трёхмерную рамку с достаточно красивым узором. Во-первых, это способ лофтинга, да, то есть по принципу создания сечения и затем пустить это сечение по определённому маршруту. Но есть более простой способ, это применение особого модификатора, который называется... который называется Sweep. Для его открытия нам необходимо, соответственно, зайти во вкладку Modifier, модификаторы, и выбрать данный модификатор. Давай сейчас цвет другой, задам рамочки. Хотя бы такой. Вот рамка, которая у нас пока получается на данный момент. Модификатор Sweep работает по принципу назначения объекту какого-то сечения. Ну, в принципе, он сочетает в себе свойства лофтинга. Сочетает в себе свойства лофтинга. В настройках данного модификатора, в панели модификаторов, мы можем выбрать данное, любое сечение, которое уже заготовлено до нас. По умолчанию это сечение называется Angle. То есть, видите, получилась такая угловая рамочка. Нас она не очень сильно интересует, поэтому попробуем поэкспериментировать с другими, с другими типами рамок. Вот такая еще интересная рамка. Вот такая интересная, наверное, в наибольшей степени подходит для наипростейшей рамки. Кроме того, у нас есть еще такие формы. Есть вот такая форма. Красивая, да? То есть, для рамки, для настенной рамки очень хорошо подходит. Есть вот такая даже форма. Кроме существующих форм, возможно, создание и своей формы. Возможно, создание и своей формы. Давайте я сейчас пока вот такую рамку настрою диаметр. То есть, ниже настраивается радиус этой рамки. То есть, вот такой вот радиус будет. И попробую создать ее копию. И сейчас создадим собственное сечение, которое мы применим к данному модификатору. И, соответственно, будет изменена конфигурация рамочки. Для этого я, опять же, захожу в окно проекции Front. Либо можно Left, как удобно. И создать здесь сечение. Абсолютно любое сечение. Опять же, с помощью шейпов, опять же, с помощью сплайнов я создаю, во-первых, такую, да? То есть, в принципе... И затем можно, в принципе, создать какое-то... Такое абсолютно. То есть, из головы я ничего не придумаю. Просто тяну за мышку. Мышку создаю, не отпуская левую клавишу мышки, создаю без Е кривые, то есть, закругленные, немного кривые. И создаю вот такое сечение. Создал такое сечение. Мы его можем подредактировать с помощью точек, да? Немного подвинуть. Вот это, например, касательно, чтобы она была вертикально абсолютно придать более красивую, более хорошую форму. Ну, вот, в принципе, да, для такого небольшого наброска подойдет, да? Теперь мне необходимо активировать рамку и в модификаторе Sweep нажать на Use Custom Section. То есть, использовать свою, да, созданную форму. Далее я нажимаю на клавишу Peek и указываю форму. Вот что в итоге у нас создается. Вот что в итоге у нас создается. Вот такая конфигурация. Кроме того, мы можем с вами попробовать ее изменить, да, различными способами. То есть, отразить по горизонтали. Попробуем повернуть сейчас. Попробуем таким образом, да, вот, вернуть. Ну, вот, наверное, приближаемся уже к тому, что и было задумано, да? Мы можем получить вот такую вот интересную рамочку. Если, например, на 180 изменим, соответственно, вниз будет смотреть, да? То есть, можно даже создать раму красивую, например, или для большой картины, для красивой картинки. Ну, на что воображения хватит? Пожалуйста, инструменты к вашим услугам. Теперь необходимо мне, да, то есть, я думаю, какую рамку выберем. Ну, в принципе, оставим эту и ту. Там уже при помещении в проект уже произведем выбор. Далее мне необходимо создать стекло, да, то есть, под деревянной рамкой всегда находится стекло. Для этого я копирую данную форму прямоугольную. Удаляю модификатор Sweep, Delete, удаляю модификатор Sweep и к данному ректанглу, да, то есть, мне ее нужно, к данному прямоугольнику, мне ее нужно сейчас трехмеризовать. Присваиваю модификатор, который называется Extrude, который называется Extrude, например, со значением 5. Да, толстое, очень толстое получилось, толстое стекло, вот так примерно получается, да, и в окне проекции Top я максимально к рамочке прижимаю это стекло. То есть, грубо говоря, у нас за рамочкой получилось стекло, да, получилось стекло, во-первых, во-вторых, нам нужно скопировать то, что будет играть роль непосредственно задней деревяшки, да, замыкающей части, и опять же копию создаем, создаем, копию копируем и создаем место для размещения фотографии. Вот эту форму мы можем удалить, не забыть сохраниться, опять же, пишу рамка, сохраняю, опять же, в наш проект, в папку Synths, выбираю Grid, сетку нам, она не нужна, и из моделей нам осталось создать подставку, ножку. Прежде чем приступить к текстурированию и к наложению материалов, мне необходимо создать ножку. Ну, приблизительно, я сейчас набросаю ее, опять же, с помощью сплайна, она будет выглядеть вот таким образом у меня. Так, 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 опять же, подровняем сейчас чуть-чуть. Стоять точки с помощью панели модификаторов. И Соответственно Ее экструдируем Экструдирую, отодвину Вот то что у меня получилось Я могу ее Развернуть Сейчас задам цвет Такой, типа деревянный И Можно задать еще Да, угол Угол, на котором она будет Повернута, ну пусть вот так вот Такая вот какая-то незамысловатая Ножка, можно даже чуть-чуть Изменить Как-то Более Красиво может быть сделать Вот так вот Может быть даже будет Получше Можем немного масштабировать ее Можем В принципе она будет скрыта Да, то есть нам необходимо Разместить ее Вот таким образом Чтоб она стояла на столе Да, и Ее немного Видоизменить Видоизменить и задать Либо такое вот направление Да Присоединить как бы Либо создать дополнительно Какую-то ножку Ну в принципе конфигурация Повторяю еще раз, что ее Не будет видно у нас на визуализации Поэтому особого смысла Работать над этой ножкой У нас нет Далее Нам необходимо Разместить текстуры и материалы На тех объектах На объектах, которые будут Представлять определенный Определенный вид Да Для этого Мне необходимо Назначить Соответственно Рамки дерева С помощью канала Диффуз С помощью канала Диффуз Стеклу Соответственно Материал стекла И ножки Там дерево Опять же И задней Задней подставки Опять же Материал дерева Либо фанеры Да Очень странно Она у нас будет На самом деле Стоять Но ничего страшного Вот так я Изменю Я не люблю Недоделанных штук Поэтому Создадим еще боксик С помощью которого Это все будет крепиться Вот так Как-то Да То есть Такой тип Что-то наподобие пазла Будет Интересный Дизайн Вот Далее Я захожу В редактор материалов С помощью нажатия На панели инструментов На соответствующую кнопку Либо Горячую клавишу М И назначаю Материалы Будем назначать Уже созданные Материалы К примеру Материал Для Импортировать Готовые материалы Из библиотеки Материалов Уже готовые Например Что нам необходимо Сейчас Присоединим все Нам необходимо Стекло Архитектурное Можно в принципе Даже какой-то цветной Выбрать Я назначаю Присваиваю Первой Нашей При первом Нашему объекту Соответственно Вот он Этот объект Он у нас уже Получается Стеклянный Далее Необходимо Назначить Следующему объекту Фотографию Для этого Я создал В фотошопе Фотографию Заходим Так как мы все Будем визуализировать С ВРМ Поэтому Используем ВРМ материал В канал ДИФУЗ Помещаем Битмэповскую карту Вот весна Скоро у нас весна Назначаю на объект Выделенный объект С помощью нажатия Этой кнопки Сайна материал Создать То есть Поэтому Чтобы на ребрах Ноты Теребра У нас не будут Опять же Видны Поэтому Нет особого Смысла Еще плоскость Создавать И теперь Я приближаю Вот эту заднюю часть К Объекту Ко всему Да Вот то что Вот то что у нас Получается Могу Все Двинуть Так как Да Там обычно Делаются Прорези Специальные И получить Вот такую рамочку Получить рамочку Материал Рамки мы пока Присвоим К примеру Тот который у нас Есть в библиотеке Можем выбрать Какую то даже Кожу Можем выбрать Ткань Но давайте Попробуем Давайте сделаем Ее из Алюминия Да Металлическая рамка Сейчас очень модно Еще металл Алюминий Соответственно Присваиваю Одозначаю В слот И перетаскиваю На рамку Она меняет цвет Вот то что у нас Получилось в итоге Ну и подставку Тоже мы можем Сделать алюминиевыми Хоть они не будут Рендериться Так как все это Будет стоять В принципе Может быть Какой то угол У нас будет Вот то что у нас Получилось Теперь нам остается Все это добавить В группу Выбираю Выделяю все Групп Пишу рамка Фото ОК И сохраняю Нажимаю Ctrl-S Рамка Создана Присваиваю